всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами находимся в районе села изобильное где находится водохранилище изобильнинское водохранилище ну можно его еще назвать алушкинское проехав чуть выше мы с вами спускаемся в каньон где протекает река улузень которая питает изобильнинское водохранилище достаточно большой и шумный как вы слышите бурный поток воды идет в изобильнинское водохранилище тем более пять дней назад здесь прошли мощные сильные ливни и вот река улузень видите с правой стороны вот такое было русло следы от воды хорошо видно но я вот пока доехал немножко уровень воды в реке спал но все равно достаточно мощный вот такой вот был приток воды в изобильнинское водохранилище естественно меня это заинтересовало и я решил вам показать насколько же увеличился или уменьшился уровень воды в этом водохранилище тем более если брать все водохранилища крымское полуострова два самые проблемные на сегодняшний день водохранилище это симферопольское водохранилище и изобильнинское водохранилище как вы уже догадались изобильнинское еще проблемным тем что воды которые питают изобильнинское водохранилище это южные склоны гор они мало такие маловодные основная вся вода уходит на северные склоны, ну а при южном, как говорится, приходится довольствоваться малым. Но в данный момент мощные ливни были в июне, в июле, и вот сейчас прошли именно в Алушчинском регионе мощные ливни, и Изобильнинское водохранилище достаточно хорошо пополняется. Если учесть, что суточный приток воды в водохранилище порядка 25 тысяч кубов, а максимальный расход вот сейчас на курортный сезон около 20-21 тысячи метров кубических воды, то можно сказать, что водохранилище сейчас в плюсе. Ненамного, но уровень воды увеличивается даже при максимальном потреблении. Ну, снимал я уже это на закате, довольно-таки темно уже в лесу было, поэтому вот так камера не очень хорошо работает в то время суток. Но, поверьте, вода чистейшая, кристально чистая, это просто недостаточно освещения, поэтому так всё и выглядит. Вот даже можно посмотреть, вот когда ближе подводишь, то чёткая и ясная картинка. Даже вот здесь внимательный зритель заметил, что в начале ролика вот как будто подёргивание и небольшие расплывчатые кадры получаются. Ну, это особенности камеры, которая, ну, не очень хорошо работает, где плохое освещение. Ну, вот, рассказал вам сразу, что вы не писали. Вот даже, видите, электронная стабилизация, и то периодически отказывается работать. Хотя вот освещение здесь кажется вроде как большое, но достаточно темно. Ну, это вот у нас река Улу-Узень, приблизительно где-то меньше километра остаётся до впадения её в Изобильнинское водохранилище. Ну, тем более, что чаши Изобильнинского водохранилища, если брать проектную отметку, 4 километра, достаточно длинная. И вот я начал снимать камеры, и вот эти великолепнейшие места, и меня привлекло вот эти следы на воде. Обратите внимание, как будто как торпеды прошли. Ну, это вот такие, видите, всплески. Это рыба. Ну, вот эти следы, конечно, оставила какая-то очень и очень крупная рыба. Тем более, вот в предыдущем ролике в Чернореченском водохранилище возле колец рыба достаточно больших размеров, где-то, наверное, с полметра косяк рыбы был. Я это всё видел, но вот когда комментировал, что-то я не сказал. Мне многие пишут в комментариях. Кто не видел, обязательно посмотрите. Достаточно близко к поверхности было это всё происходило, и было видно. Вот посмотрите, какие у вас разводы на воде. Это у нас, по моему мнению, самое красивое водохранилище Крымского полуострова. И оно же самое глубокое водохранилище. Глубина его достигает 70 метров. Ну, а невдалеке, порядка 4,5-5 километров, находится город Алушта. Вот именно его, Большую Алушту, и питают два водохранилища. Алуштинская или Изобильнинская, правильно, и Кутузовская. Если взять за прошедший месяц, то Кутузовское водохранилище потеряло практически половину накопленного объёма. Однако в абсолютных величинах это немного, всего лишь около 400 тысяч кубов. Если учесть, что Кутузовское, порядка 1 миллиона, проектный объём у него, то 400 тысяч кубов. При этом Изобильнинское водохранилище нас продолжает радовать. За прошлый месяц его объём увеличился на 600 тысяч кубических метров. И скажу вам, что на 9 августа объём Изобильнинского водохранилища составляет 6 миллионов 180 тысяч метров кубических. Из 13 миллионов 250 тысяч кубических метров проектного объёма. Что в процентном соотношении, ну чуть менее 50% получается у нас. Вот можно даже посчитать, сколько это будет в процентном соотношении. 46-47%. И обратите внимание, вот сейчас я вам показываю кадры, которые в принципе я не показывал ни разу на Изобильнинском водохранилище, сбросной канал. Вот здесь идёт такой вот уложенными плитами плотина. Сверху на гребне у нас видно дорога. Высота плотины вот там 70 метров. Это огромная высота. Да, вот так строили раньше. И 540 метров длина этой плотины. Ну, не зря же она самая глубокая, около 70 метров. Именно вот Изобильнинское водохранилище. Площадь зеркала воды в проектном отношении составляет 610 тысяч квадратных метров. Ну и береговая линия 5,5 километров. Наполнено водохранилище было в далёком 1979 году. Так что впадающий источник это река Улу-Узень и вытекающий водоток это тоже река Улу-Узень. Но пока вытекать здесь, собственно говоря, нечему. Потому что вот идёт наполнение и забор. Как я уже сказал, 20 тысяч кубов. 20-21 тысячу кубов сейчас потребляет Алушта, большая Алушта. И пока вот от графика подачи воды отказаться не удалось. А поставляют воду жителям и гостям Алушты с 6 утра до 23 ночи. Ну, незначительно там сколько, 7 часов всего нет воды ночью. Сравним. Видите вот этот тоннельчик? Предыдущий ролик и сейчас. Ну, явно видно, где-то примерно наполовину расстояние между урезом воды и вот этой трубой уменьшилось. То есть, это говорит о том, что уровень воды в Изобильненском водохранилище поднимается. Ну, и вот мы смотрим. Видно хорошо, чётко границу. Вот ещё сколько подниматься водохранилищем можно. Ну, если взять 46-47 процентов, чуть меньше половины, дорогие друзья, водохранилища наполнено. Как я уже сказал, это главный источник водоснабжения большой Алушты. Ну, и если брать вот по цифрам, водопад Джурджур сейчас тоже немножко свою мощность уменьшил. И он снабжает восточную часть Алуштинского региона водой. И сейчас с 9 тысяч кубов в сутки снабжение его уменьшилось до 7,5 тысяч кубов. Ну, основное потребление, конечно, закрывает вот Изобильненское водохранилище вместе с Кутузовским. Так что, дорогие друзья, вот такие великолепные виды сейчас нам открываются. Видно хорошо и слева, и справа вот границу, проектную границу Изобильненского водохранилища. Красота, скажу я вам, неописуемая. Особенно вот сейчас я на закате снимал. И водохранилище, видим, вот картинка в левом верхнем углу, было, стало. Собственно говоря, вот сама река Уузень. Здесь уже накатали дорогу, на квадроциклах здесь гоняют. Обратите внимание, а это ведь чаша водохранилища. Это вот все, если по проекту оно должно быть заполнено, вот до деревьев практически. Это вот если заполнится, то стопроцентное заполнение. Да, и можно сказать, даже уже и деревья здесь начали, деревьями начало зарастать сама, собственно, чаша водохранилища. Ну и вот такие потоки реки Уузень впадают. Вот непосредственно место, где впадает река и где начинается само водохранилище. Здесь мы видим, вот на квадроциклах экскурсии проводят. И уже дальше вот практически дороги нет, потому что идет заполнение. Но будем надеяться, что и эту дорогу скоро вода заполнит при таком вот раскладе. Тем более вообще сейчас опять обещают какие-то аномальные ливни, дожди. И вот приветствуют нас, заметили. Вот четыре квадроцикла спустились практически в саму чашу Изобильнинского водохранилища. Ну, на мой взгляд, это не есть хорошо. И вот опять мы летим. Теперь солнце у нас сзади. И мы видим, насколько еще нужно заполнять. Если учесть, что одно из самых проблемных водохранилищ, то сейчас, конечно, объемы радуют. 46,5%. Да и водохранилища, которые питают Симферополь, вот за прошедший месяц, допустим, вот Симферопольское водохранилище увеличило свои объемы на 500 тысяч кубических метров. Это за июль. А партизанское водохранилище на 1 миллион 400 тысяч кубов увеличили свои объемы, что составляет в процентном соотношении Симферопольское заполнено на треть, на одну треть, на 33, 34%. А партизанское чуть больше, чем на половину, на 51,5-52%. Достаточно шикарные показатели для этого времени года. Тем более сейчас начался активный забор воды. Ну, он и был, в принципе, забор. Сейчас идет самый такой разгар курортного сезона. Ну и вот обратите внимание, хорошо видно вот плотина из Обильненского водохранилища. И слева аварийный вот этот водосброс, если уровень воды превышает все отметки, и вода уходит по этому водосбросу в русло реки Улуузень. Этот вот трубу, этот тоннельчик, который я вам показывал, это регулируемый сброс воды. Можно его назвать даже донной трубой, который проходит в теле плотины. Такие мы, собственно, с вами видели и на Белогорском водохранилище, которое, кстати, сейчас очень здорово обмелело. Вот из него сейчас качают воду и снабжают судак, феодосию, керчь водой. Если взять, что феодосия и судак, там народу яблоко упасть негде. И поэтому вот в Белогорском водохранилище осталось около 6 миллионов кубов воды. Но там достаточно неплохой приток воды идет из реки Карасевка, будем ее так называть. Или Карасевка, как меня все время поправляют. Биюк Карасов, правильно называется, река. Ну и вот такие красивейшие виды открываются нашему взору. Не зря вот некоторые спорят со мной, что есть и покрасившее водохранилище. Ну, для меня вот это вообще просто шикарно. Картинку все и все цвета камеры не передают. Просто очень много смотровых площадок в районе Изобильного. Ну, красиво. И то, что водохранилище потихонечку пополняется, даже при том, что забор воды идет приличный. Ну, и, кстати, власти планируют со временем отменить график подачи воды, сделать его круглосуточным. Ну, будем надеяться. Вот посмотрите, как хорошо заполнилось водохранилище. Даже вот можно сравнить по картинкам. Ну, вот такой у нас сегодня красивый ролик получился, дорогие друзья. Не забывайте жать колокольчик, подписывайтесь на канал. И пишите, где, в каком городе Крыма есть график воды, нет графика воды. Нам будет все интересно такую своеобразную карту создать. Всего вам хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok